У меня есть такое, я думаю, что очень важное, серьезное слово. Наверное, оно в большей степени касается тех людей, которые имеют тайный грех. Ну, вы знаете, понимаете, о чем идет речь. Тайный грех – это когда человек грешит, но никто об этом не знает. То есть он живет жизнью снаружи, но эта жизнь, она такая добропорядочная, хорошая, всем улыбается, он даже что-то делает, может даже петь в хоре или служить Господу чем-то, но внутри у этого человека или в его жизни присутствует грех, которым он грешит и прячет его. Никто не видит, никто не знает то, что он делает. И я хочу вас сегодня предупредить. Почему? Потому что то, что вы делаете, оно не остается без внимания. Всякий тайный грех, которым человек согрешает и не желает расстаться с ним, приводит этого человека к беде. Первое место, которое я хочу сегодня прочитать – это первое послание к Тимофею. Апостол Павел пишет в 5 главе 24 стихом. Послушайте. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут». Посмотрите, апостол Павел четко и ясно говорит, он говорит, есть грехи явные. Мы их видим. Мы видим, когда человек явно грешит, и мы понимаем или должны понимать, что это ведет человека к осуждению. Он попадет на суд Божий. Бог будет судить его. Но также он говорит, что в жизни некоторых людей есть грехи тайные, которые сразу не видны, но они обязательно откроются, они открываются впоследствии. Послушайте, нет ничего тайного в этой жизни и в жизни верующего человека тем более, человека, который ходит пред лицом Господа. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, что не сделалось бы открытым для всех людей. Поэтому если человек тайно грешит, он лелеет какой-то грех, и нет потихоньку тайно от глаз людей, он возвращается к нему, то такой человек должен знать его грех рано или поздно. Но он откроется для всех, он будет явным. Но через это придет в жизнь человека трагедия, придет в жизнь человека беда. Об этом писал апостол Павел. И сейчас я хочу открыть один текст, и в нем, в этой главе, достаточно много стихов, 26 стихов, но я все же хочу сегодня прочитать все 26 стихов, и вас побудить к тому, чтобы вы были внимательны, чтобы вы следили за текстом в своих Библиях в смартфонах, либо здесь будут высвечивать эти тексты, и внимательно посмотрели в этот текст, и одновременно заглянули в свое сердце. А не происходит ли это в вашей жизни? Итак, книга Иисуса Навина, 7 глава, мы будем читать с вами с 1 стиха. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого». Ну, я сразу хочу объяснить, что такое заклятое. Заклятое – это не проклятое. Заклятое, ну, в данном случае, оно было, ну, как бы выражалось в двух вещах. Первое – то, что нельзя было трогать, то, к чему нельзя было прикасаться, то, что нельзя было приносить в свою жизнь или приносить в свой дом, то, что запрещалось Богом. Это относилось к заклятому. И второе – то, что принадлежало Богу. И в предыдущей главе идет описание о том, как народ израильский, они фактически без боя, без сражения, они одержали победу над Иерихоном. Они взяли город, просто обошли несколько раз город, и стены города упали, и они захватили город. И Бог там сказал, что вы ничего себе не берите из этого города. Я запрещаю все заклятое здесь. Вы должны все уничтожить, кроме золота и серебра. Золото и серебро вы должны внести в дом Божий. Это должно принадлежать Богу. То есть, израильтянам им нельзя было ничего брать в этом городе. Никакого трофея. Все было заклято. А все серебро и золото они должны были принести в сокровестницу в дом Божий. В Скинию. Понятно, да, что такое заклятое? Чтобы когда мы будем сейчас читать, заклятое, оно подразумевалось именно вот это. То, что Бог запретил брать или делать, и то, что принадлежало Богу, тоже нельзя было брать. Еще раз. Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. А хан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого. И гнев Господень возгорелся на сынов Израилевых. Я еще сделаю одно отступление. Посмотрите, один человек. А численность евреев, вышедших из египетского рабства, была очень большая. Около трех миллионов вышло евреев. И плюс они еще размножались, пока сорок лет ходили. Но очень много. Может кто-то говорит, что пять, шесть миллионов. Представьте, даже три миллиона человек. Из этих трех миллионов человек один. Один взял заклятое. И мы читаем здесь, что гнев Господень возгорелся на всех. То есть в народе Божьем был один человек, который тайно грешил. И поражение пришло на весь народ. Мы еще к этому вернемся. Но я уверен в том, что если в группе прославления в нашем хоре или музыкантов будет один человек, который тайно грешит, Бог не даст благословения всей группе. Мы очень часто молимся и просим, чтобы Господь благословил нашу церковь. И я понимаю внутри себя, если в нашем собрании, в среде служителей, пасторов, ответственных за служение, просто членов церкви, будут люди, которые будут тайно грешить. Бог не даст благословения нам. Бог не сможет и не будет использовать нашу церковь так, как Он хочет это делать. Второй стих. Иисус из Иерихона послал людей в Гай. Посмотрите, что близ Беф-Авена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им, пойдите осмотрите землю. Они пошли и осмотрели Гай. И возвратились к Иисусу и сказали ему, не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около двух тысяч или около трех тысяч человек и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там. И так пошло туда из народа около трех тысяч человек, но они обратились в бегство от жителей Гайских. Мы видим, пришло поражение. Гай был немногочисленным народом, его можно было взять очень легко и просто, для этого не требовалось вся армия, достаточно было две или три тысячи. Но тем не менее, Бог не дал победу. Над большим городом Иерихоном была одержана великая победа, Бог благословил. Но маленький город Гай, они не смогли его взять. Эти две-три тысячи человек, воинов, они обратились в бегство. Бог не дал победу. Почему? Потому что заклятое было в Израиле. Дальше посмотрите. Жители Гайские убили из них до тридцати шести человек и преследовали их, пятый стих, от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. Посмотрите, что происходит с народом Божиим. Сердце растаяло, стало как вода. Знаете, когда сердце у тебя такое уверенное, когда сердце как камень, когда ты видишь путь, ты знаешь, для чего ты живешь, ты знаешь, куда ты идешь. Но вдруг сердце народа стало как вода. Пришло поражение. Шестой стих. Иисус Навин, он разодрал одежды свои, пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Он и старейшины Израилевы и посыпали прахом головы свои. Посмотрите, Иисус Навин и старейшины, они начинают искать Господа. Боже, почему это с нами? Почему мы терпим поражение? Почему народ не имеет такого успеха, который должен был иметь? Они молятся. И посмотрите его молитва. О Господи, Владыка, для чего ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки Амареев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом. О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи. И все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя нашей земли. И что сделаешь тогда имени и что сделаешь тогда имени твоему великому? И дальше Бог отвечает. И Господь сказал Иисусу на Амину, встань, для чего ты пал на лицо? Бог говорит, я знаю, в чем проблема. Встань. Я скажу тебе, в чем проблема. Почему это происходит? И одиннадцатый стих. Израиль согрешил. Приступили они завет мой, который я завещал им. И взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Посмотрите, Бог знал, уже тогда знал, что в Израиле было заклятое. Более того, я скажу вам, Бог знал даже, у кого было это заклятое. Бог знал, в чьем доме лежало заклятое. Бог знал. И послушайте, если мы делаем подобные вещи, и думаем, что никто не знает, а может быть, из людей никто не знает, но Бог знает сто процентов, в чьем доме заклятое, в чьем доме тайный грех. Бог больше знает. Он знает сердце, потому что сказано, что Бог является сердцевицем. Он видит сердце. И Он знает, в чьем сердце есть тайный грех. Двенадцатый стих. Бог говорит, «Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». Послушайте, какие важные и одновременно страшные слова. Бог говорит, «Я не буду более с вами до тех пор, пока вы не удалите заклятое, пока вы не уберете это». Пока вы не откажетесь, пока вы не примете решение, «Я не буду с вами». И мы знаем его последствия. Эти 30 серебряников не смогли сделать его счастливым, как он думал. Они привели его к смерти. Он покончил с жизнью. Тот, который был среди 12. Двадцать второй стих говорит, что Иисус Навин послал людей, и они побежали к шатру, в шатер. И все, что было спрятано в шатре его, все, и серебро под ним, то есть они нашли, спрятанное в шатре. Брат мой, сестра, дорогой друг, может быть, ты сегодня прячешь что-то в своем шатре. Бог говорит тебе в это утро. Он указывает тебе на это, и я верю, то, что Бог указывает тебе сегодня конкретно то, что ты делаешь тайно. И, может быть, это уже длится долгое время, но Бог не желает, чтобы кто погиб. Он не желает твоей смерти. Страшно, что произошло с Аханом. Он до такой степени дотянул. Ведь это же целый процесс. Послушайте, это не было так быстро. Пока колено, пока семейство, пока вот это шло, это время, сколько в очереди стоишь? Вот сестра недавно поехала в больницу, спланировала за час управиться, три часа в очереди простояла. Это же не так. А когда ты стоишь в очереди, там же разговоры разные. Правда, в очереди стоишь? Там же молча же не стоят разговоры. Не я ли? Не я ли? Не я ли? Иуда Искариот тоже говорит. Не я ли? Ну что ты спрашиваешь, не я ли? Ты же сам знаешь, что это ты. Ты, ты же сам знаешь. И вот звучит приговор, 25 стих. И сказал Иисус, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. Если вы не понимаете, что ваш тайный грех приводит беду не только в вашу жизнь, в жизнь церкви, в жизни святого Божьего организма, Бог говорит, я наведу беду на тебя. А вот тайный грех к чему приводит. Он приводит к беде, к страшной беде. И там написано, что и побили его все израильтяне камнями и сожгли их огнем. А кого сожгли? Все, что у него было. И жену, и детей, и имущество, и шатер, и все, что в шатре, и заклятое, все сожгли. И набросали на него большую груду камней, которая уцелела до сего дня. И после сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиной Ахор даже до сего дня. Долина Ахор. Знаете, что в переводе значит это слово? Ахор означает несчастье, горе. Сегодня я вот я чувствую, что это нужно сделать. У нас будет сейчас время. Я хочу дать возможность людям, которые имеют в своей жизни тайный грех, которые имеют в своей жизни заклятое, чтобы вы могли отдалить от себя это, истребить из своей среды. Как это делается? Нужно это исповедовать Богу. Но еще более. Нужно прийти сюда и рассказать об этом священнику. Касательно тех тайных грехов, в котором вы находитесь. И вы понимаете, о чем идет речь. Что сегодня я делаю? Что сегодня я делаю? Субтитры создавал DimaTorzok